МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия» в студии Елена Черенкова и «Кортко о главном». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маме сону быть на строительство канатных дорог выделили деньги. Подрядчик тоже определен. Детали развития горнолыжного курорта обсудили в правительстве республики. Это будет полностью ремонт на улице Ленина. Это будет полностью ремонт на улице Куйбышева. 40 километров республиканских трасс и 20 городских улиц. В Северной Осетии реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». Восстановят и участок Гизель-Кармадон-Даргаф-Дзуарькау. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали в Абхазию, потому что решили снимать там, где действия и происходили. Чтобы не строить декорации и не обманывать людей, что это на самом деле сухом. Рассказ Фазиля Искандера «Детство Чика» экранизировали. Автор картины – наш земляк Аслан Галазов. Сегодня в школе кино и театра прошла встреча журналистов с создателями и актерами художественного фильма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5331 случаи заболевания COVID-19 зарегистрировали в Северной Осетии с начала года. В стационарных находятся 647 пациентов. Такие данные озвучил глава республики Сергей Миняйло на заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. В режиме видеоконференц-связи мероприятие прошло под руководством зампреда правительства России Татьяны Голиковой. Как сообщил Сергей Миняйло, в шести ковид-стационарах республики развернули 750 коек, из них 83 – реанимационные. При необходимости фонд могут увеличить. В поликлиниках и районных больницах работают амбулаторные центры. Организована доставка медикаментов пациентам на дом. Анализы у заболевших также берут на дому. К этой работе привлекли волонтеров движения «Мы вместе». Кроме того, врачам помогают ординаторы и студенты медакадемии и медколледжа. Обеспечена работа горячих линий, увеличено количество бригад скорой помощи до 80 единиц. Обсудили и темпы вакцинации. Она достигла в регионе 46%. В 12 медорганизациях открыли 46 прививочных кабинетов. Также работают 94 мобильные бригады и пункты вакцинации в торговых центрах и частных клиниках. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в республике удельный вес ковидных пневмонии выше, чем в целом по стране. Она связала это с поздним выявлением заболевания и призвала усилить работу в этом направлении и увеличить охват обследования населения. Сергей Миняйло подчеркнул, работа на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в республике продолжится и усилится. Глава республики Сергей Миняйло обсудил дальнейшие планы по строительству курорта Мамисон с руководителем Кавказ.РФ Хасаном Темежиевым и представителем заинтересованных ведомств и организаций. Со стороны Кавказ.РФ подтверждено финансирование строительства первого этапа будущего курорта двух канатных дорог и 15 километров трасс. Проектно-сметная документация уже готова, определен подрядчик. Строители должны приступить к работам в апреле этого года. Сергей Миняйло также подчеркнул, что помимо якорного инвестора сегодня к Мамисону проявляет интерес и крупный бизнес. Уже разрабатываются мастер-планы для второго и последующих этапов строительства горнолыжного курорта. К 2025 году планируется увеличить протяженность трасс курорта до 41 километра и добавить 5 канатных дорог. Всего до 2030 года, согласно проекту, здесь построят 73 километра трасс, 18 подъемников и более 7 тысяч мест размещения. В первые годы курорт сможет принимать более 100 тысяч гостей ежегодно. Начиная с 2030 года турпоток может составить до 700 тысяч отдыхающих в год. Продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер. Роспотребнадзор проверяет торговые центры и продуктовые магазины. Выполнять простые предписания. Носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию должны и сотрудники, и посетители. Персонал правила соблюдает, выдают маски и проверяют QR-коды, заполняют журналы термометрии и обработки помещений. Также специалисты проводят разъяснительные беседы. В целом можно отметить, что все соблюдается. Есть небольшие недочерпы, но это можно было бы обойти счастливым замечанием. В случае выявления каких-либо грубых нарушений, то тогда составляется материал, протокол об административном правонарушении, который впоследствии направляется в суд. И там уже судья принимает решение, закрывать данное заведение или нет. 79 лет назад Красная Армия разгромила фашистов по Сталинградам. 200 героических дней и ночей стали символом сгибаемой воли советского народа. Эта победа изменила не только ход Великой Отечественной войны, но и всей истории. Бесценна она и для нашей республики. В битве за Сталинград участвовали больше 5000 уроженцев в Северной Осетии. Со словами благодарности к ветеранам обратился глава республики Сергей Миняйло. Он отметил, победа над фашистами под Сталинградом навеки вписана в мировую историю, а подвиг советского солдата навсегда останется в наших сердцах. В Северной Осетии выявили три случая выпуска в обращение непроверенного мяса. Предприниматель из Ордунского района поставил полторы тонны мяса бройлеров без санитарной ветеринарной экспертизы. А в пригородном районе также без лабораторных исследований выпустили 140 килограмм охлажденной продукции. Предприниматель из Моздокского района указал недостоверные сведения о сроках годности 16 килограмм курятины. Все нарушения установили по системе электронной сертификации Меркурий. Экспертизу провели в Кабардино-Балкарии референтом в центре Россельхознадзора. Виновных привлекли к административной ответственности. Пострадавших не было, обращений не было, но вот по законодательству, допустим, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции является обязательным условием для ее реализации. Это прописано в законе о ветеринаре и во всех нормативных документах. Если, допустим, данная продукция представляет опасность, своевременно изъять из оборота, либо принять какие-то другие меры. Спецэкосервис расширил автопарк. Новая техника способна работать круглый год и в любых погодных условиях. Улицы города будут убирать быстрее, но свободного времени у работников не прибавится. Почему, узнавала Алина Цгоева. Главное преимущество новых машин, функциональности и повышенной износостойкости теперь в полном составе. Техника из 24 вместо 15 единиц будет бороться с непогодой зимой. В период обильных осадков, чтобы полностью обезопасить дороги, спецэкосервис работал практически везде. Сейчас этот же объем работы можно выполнить всего за три часа. Сокращается в первую очередь время уборки дорог. Это самое главное. Теоретически город может убрать и одна машина, но это займет существенно времени. Конечно, чем больше техники, тем лучше скорость уборки. Проще будет всем, в особенности самим водителям. Их график станет свободнее. Это чуть ли не главное преимущество дополнительной техники, рассказывает Тэму Расгабеев. Он самый молодой, но при этом опытный работник. В новой машине сидит впервые. Покомфортнее. В новой машине есть новая машина. Первый самый сел в нее я. Никто в этой машине не сидел, как говорится, никто не эксплуатировал ее. Как новая она пришла, с тех пор сижу я на ней. При этом поменяется сам подход работы. Новую технику будут использовать весь год. Это раньше. Из 15 машин 10 консервировали на зиму, остальные 5 готовили к лету. Процесс переоборудования был долгим и затратным. Да и обслуживать дороги предыдущие модели могли только пескосоляной смесью. С новыми же можно использовать реагенты. Мы вообще считаемся новаторами. На Северном Кавказе мы первые переходим экспериментально на реагент. Закуплено небольшое количество реагента для пробы на дорогах в зимнее время. А также эта машина работает, как и любые другие комбинированные, на пескосоляной смеси. И это не единственные изменения, которые грядут в работе предприятия. В этом году его расширят. Появятся новые условия для комфортной работы сотрудников. При этом обязанностей тоже станет больше. Спецкосервис совсем скоро займется ямочным ремонтом и эвакуацией транспорта. Алина Сгоева, Хета Гопоев, Новости Осетии. В Северной Осетии уже три года участвуют в нацпроекте безопасные и качественные автомобильные дороги. Сделано уже много, а предстоит еще больше. В этом году только во Владикавказе отремонтируют 20 улиц. Асфальт заменят и на республиканских трассах. Подробнее в материале Аланы Тумаевой. Улица Ордонская – одна из самых оживленных в городе. Каждый день ее пересекают тысячи машин. Раньше проехать по ней было непросто. Мешали ямы и трещины, а разметка стерлась. Ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Капитально отремонтировали три километра дороги. Одновременно прокладывали инженерные коммуникации. Новые асфальты на участке проспекта Коста. Здесь также заменили трамвайные пути. Стало удобнее ездить. Ну, местами есть недочеты, конечно же. Ну, намного лучше, чем было. Три года республика участвует в нацпроекте безопасные и качественные автомобильные дороги. За это время отремонтировали 140 объектов протяженностью 220 километров. Масштабные планы и на этот год заменят больше 40 километров республиканских трасс и 20 городских улиц. Кроме того, приведут в порядок съезды ко дворам, остановочные карманы и тротуары. Это будет полностью ремонт на улице Ленина. Это будет полностью ремонт на улице Куйбышева, также вот от улицы Ленина и до улицы Шегрена. Это будет последний участок улицы Ватутина, от улицы Кастахи-Тагурова до Куйбышева. И в итоге у нас получится огромная магистраль. Улица Ватутина будет отремонтирована. Безопасность на дорогах – приоритет. По региональному проекту устанавливают камеры фото-видео фиксации. Они автоматически определяют нарушения ПДД. По программе, которая расписана до 2024 года включительно, на дорогах республики появится с 80 камер фото-видео фиксации дорожно-транспортных происшествий. Это количество будет доведено до 85. Это, безусловно, даст какой-то, ну, я не знаю, сдерживающий фактор, можно так назвать, потому что иногда ДТП возникают из ничего, но заканчиваются трагически. Дороги ремонтируют не только в рамках НАЦ-проекта. Большой объем работ проводится по федеральным и региональным программам. В планах восстановить участок дороги Гизель-Кармадон-Даргав-Зуарикав. Его уничтожил сход ледника «Колка». Проектно-сметная документация готова, начнут уже в этом году. Также продолжат реконструкцию тоннеля, ведущего к будущему туристическому комплексу «Момисон». Алана Томаева, Алана Бзыкова. Новости о сети. Дети с синдромом Дауна смогут заниматься плаванием в бассейне СОГУ. Об этом сообщил проректор по воспитательной работе и социальной политике университетом Батрас Гудиев. Занятия предположительно начнутся в марте. Ребятам создадут необходимые условия. Вместо двух часов в неделю будут заниматься четыре из квалифицированными инструкторами. В адрес ректора университета Алана Русмаговича Огоева обратился министр физической культуры и спорта Республики с данной проблемой. После чего ректор поручил оказать всяческую поддержку. При решении данного вопроса инструктор прошел специальную подготовку и имеет допуск для работы с категорией детей, имеющих синдром Дауна. Поэтому, в принципе, университет готов на сегодняшний день. Единственное, мы соблюдаем некоторые нормы законодательства. Нам будут предоставлены в ближайшие дни, я сегодня разговаривал, документы на инструктора и, в принципе, на организацию. Мы заключим определенные соглашения и совсем безвозмездно мы готовы предоставить это время. В школе кино и театра прошла встреча журналистов с создателями и актерами художественного фильма «Детство Чика». Режиссер экранизации рассказов Азиля Искандера Аслан Галазов. Говорили о работе над фильмом и дальнейшей судьбе героя Чика, для которого чувство справедливости источник всех комических приключений. Картина производства Владикавказской экспериментальной киностудии снята при поддержке Минкульта России. Съемки проходили летом 2019 года. Поехали в Абхазию, потому что решили снимать